друзья всем привет сегодня я начинаю новое видео и захотелось мне попробовать новый формат который полюбился уже некоторыми девочками это когда они показывают на протяжении некоторого времени что же они вышивают и как у них продвигается работа по моему придумала этот формат ввела его наши повсеместное употребление алина рукоделия за что и большое спасибо и я ее видео смотрю с большим удовольствием такого плана ну что тут греха тоить вы все знаете что я человек одного процесса и поэтому особого разнообразия скорее всего в работах не будет но может буду чем-то я разбавлять эти видео ну да ладно в общем хотела вам показать что вчера я все-таки приступила к вот этой вот работе от фирмы анкор я вам рассказывал о том что я хочу ее вышить как работу компаньон к своему домику величи лайф вот ну и я решила что чего далеко в общем-то в дальний ящик откладывать надо вышить и успокоиться вышить оформить повесить рядышком и наслаждаться вот поэтому взяла в работу как раз вот этот вот наборчик мне сейчас как раз так под настроение летние с морской такой тематикой в общем вот начала я приступила я к нему вчера вчера по моему было 17 июля если мне память не изменяет до девочки мальчики я немножко выпала из вышивального процесса и вообще с youtube а но об этом наверное я расскажу видео которые выйдут немножко пораньше чем это работ так что приступила кстати муж у меня очень обрадовался этому факту потому что ему очень понравился этот rolls-royce и поэтому да говорит давай давай вышивай вышивай красивая машина я может быть потом вам покажу немножко свою организацию ну а сейчас вот буквально я вам покажу вышиваю я всегда на своем станочке и вот я начала так потихонечку работать с небом голубые цвета я люблю очень мне понравилось как получилось небо вот в том наборчике величилайф и думаю что здесь небо также будет прекрасно поэтому буду потихоньку работать над этим процессом и в процессе масло масляное буду вам что-то что-то об этой работе рассказывать до сегодня я забрала по ссылочку заказывала сайта рукоделов совсем небольшую здесь у меня собака так вот вылезает и да расскажу вам ближайших видео я думаю что сделаю такого плана видео непосредственно о вот этому вот наборчике ну а там посмотрим не знаю как у меня пойдет этот формат но надеюсь что пойдет надеюсь что вам будет интересно вышиваю сейчас прямо в кровати лежа уже поздно вечером да и рисунчик да ну вот как то так в общем до новых встреч всем привет сегодня у нас уже 19 июля следующий день времени пол и на 12 ночи и я вам демонстрирую что же я тут наушевала за вчерашний день вот такой вот у меня прогресс здесь сплошные голубые цвета сегодня по вышивающую вот наверное эту часть и дальнейшем буду переходить уже наверх но здесь тоже все будет зашиваться одним цветом и может быть тоже я пока буду вот это все зашивать какой-нибудь запишут так для вас и для себя тоже вот так что я сейчас еще немножко повышеваю на ночь глядя и мы встретимся с вами завтра пока пока итак друзья сегодня 20 июля веселиться тут бегает уже поздний поздний вечер я вчера чуть-чуть буквально вот здесь вот повышевала продолжу вот впечатление пока положительное но думаю что ближайшее время я выделю все-таки наверное время побольше для того чтобы вам прям детально рассказать свои впечатления в целом вот здесь у меня прикреплен слева пришлось сделать ксерокопию ключа или легенды кто как ее называют вот ну и я сегодня записывал для вас так вышивали снобизм который я думаю тоже я может быть даже сегодня помонтирую перед сном собака тут у меня развлекается вовсю играет вот а я сейчас продолжу немножечко повышеваю ну а там посмотрим что вообще у меня будет получаться потому что времени что-то как-то мало я вышиваю все вот ночами урывками видео снимать тоже не особо долго получается потому что тут собака бесится муж хочет пообщаться вот и в результате получается как-то так вот у меня и риска очень любит этого ежа который размером практически с неё и сейчас я снимаю меня на полу стоит станочек и она прям норовит этого ежа забрать да ну вот ладно я думаю завтра я с вами подольше пообщались а сегодня просто показываю масштаб того что я нарушивала за вчерашний вечер даже для себя интересно ибо уже не помню сколько было вчера вот сегодня уже 21 июля суббота и я продолжаю занимательный рассказ о том как же продвигается моя вышивальная неделя ну что за вчерашний вечер и буквально 15 минут сегодняшнего дня я добила наконец-то вот этот большой массив голубого цвета мне предстоит также ближайшее время это все был крест напомню я по-моему еще не говорила в два сложения нити мне предстоит закончить вот таким вот светлый голубым цветом всю остальную вот эту вот белую массу напоминаю что речь идет о вот таком вот наборчике от фирмы ангар и я приступила и начала с вот этого прекрасного голубого неба вообще небо у фирмы ангар конечно получается великолепная поэтому вот я как-то даже особо и не расстроилась когда увидела что половина работы вышивается пол крестом и что все это небо прекрасное голубое ну что могу сказать надо просто быть к этому морально готова и не переживать потихонечку полигонечку вышивать конечно дальше здесь уже у нас пойдут разнообразные цвета и коричневая и вот такой вот бордо цвет и желтенький и немножко другие оттенки голубого и синего но ничего до этого мы тоже дойдем я вам сейчас покажу быстренько по схеме на самом деле очень сильно схема похоже на ту схему с которой я работал вышивая это на флот но покажу значит схема состоит из двух вот таких вот листов на одной стороне идет схема с бэка а с другой стороны схема без бэк и соответственно вот на этом листе у нас ничего кроме схемы нет а вот на вот этом вот листе у нас здесь идет еще и легенда причем легенда с двух сторон поэтому мне пришлось от ксерокопировать ключик для того чтобы было как-то удобнее с ним работать и не нужно было постоянно вот этот листик доставать значит также по-прежнему что мне не очень нравится это то что нет стыковки листов и вообще да как бы то есть просто мы должны в голове эти листы друг с другом соединять и то что у нас здесь неровное количество клеточек неровно 10 когда размечала по краям тоже нужно было быть внимательным с этим потому что можно было легко ошибиться тоже кстати касается и центра то есть центр у нас неровно по линиям разметки проходит а по крайней мере да вот то что у нас здесь заявлено нужно внимательно посчитать для того чтобы определить центр работы и затем произвести разметку по ниточкам ниточки у меня расположены на низанке низанка я повторюсь мне очень понравилось всего 36 цветов но 31 цвет представляет из себя blend него пока я не дошла пока у меня в работе 50 оттенков голубого да ну не 50 а чуть поменьше но в общем разные голубые оттенки изначально конечно все у нас ниточки были на вот такой вот палеточки стандартной анкоровской но слава богу в этот раз вроде как все ниточки есть наборе то есть мне не придется бегать искать где-то покупать ниточки недостающие но опять же вот пока что мне кажется что они есть дальше я посмотрю по ходу пьесы так 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 все у меня падает ниточки вот кое-какие я уже перемотала на бобинки но в основном сейчас я вам продемонстрирую те которые которые я еще не использовала они вот на таких вот обычных моточках были представлены и в принципе мне таким образом удобно работать с ниточками мулина то есть на органайзере у меня висит небольшое количество ниточек и всегда в самый необходимый момент я могу домотать и в общем-то повесить себе на органайзере сейчас заметила что есть наборе шла иголочка и да вот такая вот инструкция 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 как милое сердечко из крестиков нет я могу сказать однозначно что во второй раз мне с набором фирмы анкор работать уже проще что я еще использую для работы используют такой вот обычный красный фомастер которыми я зачеркиваю схему учетки у нее все и в общем то и по организации то вот как бы и все в общем продолжу я сегодня вышивать все что только можно голубым цветом опять начну с левого ряда скорее всего пойду вправо и посмотрим должно смотреться конечно симпатично сейчас издалека я стою смотрю и мне очень нравится никаких дырочек я не вижу сильных я вспомнила что юлечка лишенко вышивала этот же наборчик и рассказывала про то что у нее были видны дырочки да как бы вот и местах прокола иглы но я так вот смотрю сдалека ничего такого не вижу вполне себе нормально все смотрится это меня вообще никак не напрягает буду дальше отращивать дзен и вышивать полукрестом голубого цвета дальше небо здесь всего используется раз два три четыре оттенка голубого и вот здесь вот в облачках еще белый цвет немножко то есть разнообразие мало нижняя часть работы зато будет более многоцветная более интересная ну что ж друзья я продолжу вышивать и встретимся с вами завтра завтра у нас будет 22 часа в воскресенье и наверное я так думаю что на этой неделе у меня будет такой короткий короткая неделя влога вышивального для того чтобы дальше я смогла делать неделю с понедельника с понедельника по субботу воскресенье выкладывать посмотрим как как то так наверное опять же не знаю как у меня тут при всей загрузке пойдут дела буду все равно стараться вышивать ну а завтра обязательно с вами поделюсь что у меня получится на ушивать за сегодняшний вечер сегодня я что-то как-то не хочу заниматься учебой не хочу особенно заниматься домашними делами надо мне только будет приготовить ужин возможно постирать белье и все дела на сегодняшний день мы уже сделали сейчас уже вечер 7 часов вечера поэтому сяду я немножко повышеваю собака выгулина спит вот и надеюсь что все таки продвинусь в этом полукресте буду через него пробираться муж вчера со мной это смотрел фильм вечером и как ты это вышиваешь как тебе не надоело кстати говоря по поводу того подо что я вышиваю вот последние пару дней пару-тройку дней я начала смотреть сериал мост по моему это шведская шведский или датский фильм фильм повествует как раз о швеции дании и о раскрытии преступлений я вообще люблю такие вот истории интересные такие мне кажутся где до конца непонятно кто же что там совершил кто преступник кто убийца кто маньяк и такие знаете сложно закрученные детективные истории мне очень нравится смотреть поэтому для тех кому например все время понравился фильм девушка с татуировкой дракона особенно оригинальный фильм для тех кому понравился возможно такой фильм как снеговик который выходил по моему зимой или весной этого года или для тех кому нравится фильмы типа true detective настоящий детектив или сериала до или сериал убийство к примеру тоже который на мой взгляд один из таких неплохих данной в данном жанре то вот могу вам посоветовать также посмотреть сериал мост ну я пока в самом начале этого сериала точнее как в самом начале я досматриваю последний серий первого сезона под него у меня очень хорошо ушивается вот ну про книги про книги может быть как нибудь потом вам тоже расскажу ладно не буду надолго затягивать свой рассказ вроде все что хотела вам именно об организации рассказать потому что начала когда снимать первое видео я сам так показываю что я вышла пару буквально слов я поняла что я толком даже не рассказала комплектации набора потому что буквально таким порывом как только закончила жаба приступила разобрала сразу этот наборчик все ниточки все подписала и в общем ринулась в бой поэтому даже не сняла видео об организации процесса но думаю что вот такой вот ну у меня организация стандартная и такой такого карате коротенького до рассказа непосредственно о том как я организую процесс данной вышивки и будет вполне себе достаточно вот ну а мы встретимся с вами завтра друзья решила вам показать коротенечко как я готовлю лисички у меня брат очень любит собирать грибы вот он собирал приличную корзину лисичек и я буду уже наверное третий раз за эти две недели сегодня готовить картошку с лисичками сметанном соусе наверно так можно называть ну в общем то рецепт достаточно стандартный просто хочу вам если вы не знали такой рецепт то я вам его сейчас покажу и так я честно не знаю сколько у меня здесь по граммам лисичек но это и не имеет значения в общем лисички сейчас мы отправим их кастрюлю с подсоленной водой и будем в течение 10 минут их варить так вот у нас лисички сейчас мы чуть-чуть подсолим буквально для того чтобы потом потом все равно будем доставить вот так немножко чтобы вода была солененькая сейчас нам нужно дождаться когда у нас закипит кастрюлька и после этого мы засечем с вами 10 минут и 10 минут так мы их проварим такие вот они красавцы обязательно всегда перед тем как варить грибы их нужно хорошенечко промыть ставим картошечку и варим ее до готовности по крайней мере так делаю я и мне этот способ нравится больше всего потому что картошка слишком слишком как сказать слишком жестко вот сейчас как все сделается покажу что делаю я все с вами варится мы берем обычную луковицу и режем ее как вам понравится я скорее всего порежу как-то вот не знаю полукольцами или четверть кольцами общем как-нибудь сейчас порежу и может даже покажу вам как таким образом таким стандартным образом лучок у меня порезан и он сейчас будет отправляться в сковород вот-вот-вот добавим маслице и подождем пока доварятся грибочки они уже вот-вот будут готовы так-так-так-так ну что ж друзья лучок отправляем на сковородочку на средний огонек и вот здесь у меня уже вот-вот добавляем грибочки наши отварные и мы их отправляем все сюда перемешиваем и жарим на свое усмотрение минут через десять я думаю что обязательно сюда у нас будет отправляться картошечка опять же повторюсь что картошечка на ваше усмотрение либо уже проваренная до полной готовности либо до полу готовности следующему этапу добавление сметаны у меня вот муж купил вот такую вот сметану пикантную с чесноком но уже ее пробовали добавлять в такое блюдо и мне кстати понравилось но так как здесь уже открытая упаковочка а грамм здесь не так много то я буду добавлять еще обычную такую вот сметану стандартно и после того как я добавлю сметану я уже буду пробовать на соль и перчик так мы добавляем сюда сметану буквально немножко так все это перемешиваем газ выключаем пробуем на соль и перец что я уже сделала и все на этом блюдо готово можете попробовать мне она очень нравится просто быстро и вкусно тем более что сейчас уже пошли грибочки если у вас есть возможность прям натуральных грибочков где-то найти то попробуйте вот такие дела они пошла высевает итак сегодня уже воскресенье 22 июля на календаре и ровно пятый день как я приступила к вышиванию данного наборчика танкор о котором мы в общем то с вами все это видео и ведем разговор ну что же вы можете оценить продвижение которое я я совершила за вчерашний вечер и сегодняшнее утро ну вот как то вот да вот так вот у меня получилось мне очень нравится то что получается да это не просто вышивать грубо говоря все одним цветом подряд но красота требует жертв в том числе и в данном смысле поэтому я абсолютно как бы не переживаю по этому поводу концентрируюсь на результате и вышиваю 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 конечно же я продолжу работу над своей вышивкой сегодня дальше но продвижение вы уже увидите в следующем видео это видео будет такое вот пробная короткая всего пять дней я вышивальная неделя надо сказать что эта неделя вышивальна у меня получилось неплохая потому что я все-таки нашла достаточно много времени для того чтобы уделить его своему любимому хобби вот ну а с этой работой мы с вами увидимся уже в следующем вышивальном влоге сейчас я раму свою уберу а я хотела вам сказать что первоначально когда я думала о том какую же работку мне взять повышевать я сомневалась между вот этой вот работой сейчас я буду превью а я вам уже показывала этот наборчик еще когда снимала видео о своих запасах такая вот дворняжка от золотое руно и я не выдержала я вскрыла наборчик хочу вот вам в этой серии также показать что у нас здесь внутри интересно потому что думаю что наверное 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 это будет следующая работа которую я выше очень хочу порадовать родителей итак здесь у нас идет канва 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 по моему 14 каунт если я не ошибаюсь ниточки ниточек совсем немного канва тоже маленькая поэтому я думаю что все должно у меня получится схемка черно-белая состоит из одного фрагмента крупная так ну и одно из самых интересных вообще так сказать в этом наборе это то что здесь идет рамочка но я вряд ли буду эту рамочку использовать потому что она такая знаете бархатистая по текстуре но я вряд ли буду ее использовать потому что как-то вот мне кажется что очень мрачновато да здесь вот такие идут из дерева заготовочки для рамки но не знаю вряд ли вряд ли вряд ли я их буду использовать кстати зачем вот а это наверное знаете чтобы повесить что ли вот это тесемочка потому что здесь я никакую тесемочку не вижу и кстати вот эта надпись я с тобой я наверное тоже ее когда приступлю к вышивке я вышивать не буду вот посмотрели здесь рекламка 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 и фирменные рамки золотой руна тоже реклама в общем вот как то так выглядит такой наборчик поэтому я себя буду стимулировать к тому чтобы вышивать скорее быстрее свою работу от анкор и затем порадовать родителей вот этой вот собачонкой так сколько у нас всего кстати я не посмотрела сколько у нас всего здесь цветов 16 цветов очень приятно на ощупь ничего от фирмы золотое руно я еще не вышивала и это будет такая проба пера а почему именно проба пера а потому что я вам об этом расскажу чуть позже почему именно так почему именно проба ну что ж друзья значит на сегодня это все встретимся с вами на следующей неделе в которой я тоже постараюсь снять для вас видео вышивальный влог вышивальная неделя спасибо что вы были со мной с вами была мария всего доброго и пока пока пока